Нынешний год как никогда богат на представительство команд делятся организаторы. Велосипедисты из Приморья, Алтая, Западной Сибири, Бурятии и Монголии съехались в Ангарск. Всего 150 человек. Спортсмены разыграют три комплекта медалей. В программе индивидуальная гонка, многодневная, которая состоит из четырех групповых этапов, и завершающая парная гонка, запланированная на 9 мая. Ее посвятят Дню Победы. Фаворит это Уссоль-Сибирск. Но 1 мая у нас был критериум, фаворит такой предваряющий. На сквере Кирова нам показали очень хороший результат монголы. Будем бороться и с монголами еще в этот раз. Выбор на федеральную трассу М53 вполне случайно. Недаром ежегодно статусные соревнования проходят именно здесь. Полотно ровное, плотное и безопасное для подростков, мчащихся на высокой скорости. Да и транспорт, который стоит целое состояние, на хороших трассах не угробишь, делятся участники. Один такой карбоновый велосипед, легкий по весу и очень комфортный, стоит более 800 тысяч рублей. Занимаюсь я 4,5 года. Ну, все зависит от тренировок и как ты к ним относишься. Говорят, что у сольской команды фаворит на этих соревнованиях. Какие у вас главные соперники? Их нет. Ну и так, по-честному. Ну, я думаю, что их нет. Чисто между собой соревнуюсь. На этих соревнованиях можно выполнить разряд мастера спорта и получить медаль победителя или призера чемпионата Сибирского федерального округа. В первенстве и чемпионате СФО принимают участие действующие члены сборной команды России от Рыкутской области. Все они уже мастера спорта, в том числе уже именитые спортсмены из Шелихова. Эти соревнования очень важны. Это в первую очередь говорит, конечно же, об активности нашей региональной федерации. В прошлом году к нам уже дважды приезжал трехкратный олимпийский чемпион президента Всероссийской Федерации Шелев Якимов. И он тоже, в общем-то, поддерживает нашу федерацию. И соревнования, конечно, очень статусные, важные. Иркутская региональная федерация выступила с инициативой создания велокоманды «Байкал», которая объединит в себе регионы России и Дальнего Востока. Это говорит о престижности и лидерстве наших местных спортсменов. Результаты состязаний подведут 9 мая. Яна Попова, Роман Буйнов, Местное время.